Сегодня в Новочеркасске с воинскими почестями открыли памятник погибшему в Сирии морскому пехотинцу Александру Позыничу. Мемориал изготовили на добровольные пожертвования, а установили в Александровском саду. Возложить цветы к подножию памятника пришли те, кто знал героя, а также его родные и близкие. Тимур Лавронов расскажет больше. Над памятником храброму морпеху Александру Позыничу кропотливо работали скульпторы из Оренбурга и вложили смысл в каждую деталь. В качестве постамента танковая броня, как будто после боя. Ее специально обстреливали на полигоне. В руках защитника автомат Калашникова и он на предохранителе. Ведь русские первыми не нападают. Большое спасибо за поддержку в нашем деле, за то, что нам разрешили этот памятник поставить. Спасибо правительству Российской Федерации, спасибо городу. Это для нас очень большая честь. И мы очень рады, что нас поддержали в этом деле. В ноябре 2015-го, когда российский Су-24 был сбит турецким истребителем над сирийской территорией, экипаж успел катапультироваться до крушения самолета. Но с земли боевики открыли огонь. Погиб командир экипажа Олег Пешков. Была организована поисково-спасательная операция, в которой принял участие Александр Пазынич. Морпех, защищая своих товарищей, попал под огонь противника. Сегодня на открытии памятника в Новочеркасск приехала вдова Олега Пешкова. Фотография ее мужа висит прямо напротив монумента Морпеху. У него не было даже такого слова, что я не поеду. И я думаю, что у Иринова супруга это долг, это честь, защищать нашу родину. Мы гордимся, и я воспитываю сына и дочь. И это поколение, я думаю, что тоже вырастет. Хотелось бы, чтобы она выросла достойно. У нашего земляка Александра Пазынича остались сын и дочь. Отважному морпеху, который отдал жизнь, выполняя свой боевой долг, было всего 29 лет. Он посмертно награжден орденом мужества. Не смириться мне с потерей, сердце рвется за тобой. Без тебя жизнь бесцелена, не найти в душе покой. Тимур Лавронов, Сергей Волоконский, Виктор Сой, Вести, Дон, Новочеркасск.